В Гродно завершился 9-й экономический форум регионов Беларуси и России. Итогом стали десятки соглашений и контрактов на сумму 65 миллиардов российских рублей. Диалоги шли два дня, практически без перерывов. Почти 500 спикеров на десятках площадок на разные темы. Понятно, что основное внимание сегодня к пленарному заседанию с участием председателя Совета Республики Национального Собрания Беларуси Натальи Качановой и председателя Совета Федерации и Федерального Собрания России Валентины Матвиенко. Как и ожидалось, к участникам форума обратились президенты двух стран. Площадка стала эффективным ответом на новые вызовы, считает Александр Лукашенко. Кроме того, в отношениях двух государств у форума важная миссия – способствовать созданию крепкой экономической основы в строительстве союзного государства. Для Беларуси и России форум давно стал одним из символов родства славянских народов. Сама жизнь показывает, что мы нашли формат межрегионального и межгосударственного взаимодействия, который действительно отвечает коренным интересам беларусов и россиян. Особо радуют реальные результаты, важные и для развития регионов, и для функционирования конкретных предприятий, и в целом для улучшения жизни наших людей. Что бы вокруг нас ни происходило, граждане, как Беларуси, так и России, имеют равные права в сферах труда, отдыха, здравоохранения, образования. Сегодня для двух стран действительно открываются долгосрочные перспективы. Беларусь предлагает российским регионам, в частности, свое участие в модернизации ключевых секторов экономики. Яркий пример – микроэлектроника. Готовы перейти от простой торговли к созданию совместных производств. Особенно машина из танкостроения. Участвуют в программах импортозамещения. У нас есть много интересных предложений в области сельского хозяйства. Поставок оборудования, формирование компонентной базы, освоение космоса, фармацевтики. И речь идет не о каких-то дублирующих производствах. Мы не собираемся между собой конкурировать. Я уже это говорил, еще раз повторю. От производственной кооперации выиграют все. Впереди нас ждет большая работа. Желаю всем участникам форума успешной плодотворной деятельности во благо народов Беларуси и России. Вместе с тем особого символизма добавляет и место проведения нынешнего форума Гродно. Самый западный областной центр Беларуси и ближе всех расположены к партнерам, которые по ту сторону границы взаимовыгодному сотрудничеству и созиданию противопоставляют военную мощь НАТО. Радушная Гродненская земля впервые принимает гостей столь знакового мероприятия. Встреча делегаций проходит фактически на стыке двух культурных цивилизаций. Востока и Запада. Мы видим в этом символическое значение, поскольку, несмотря ни на что, нацелены на мирный диалог со всеми странами. И пока западные соседи подтягивают к нашей границе войска НАТО, мы занимаемся абсолютно созидательными инициативами. На современном этапе наш союз играет роль локомотива в общем потоке интеграционных процессов. Он является примером, образцом культурного и экономического межгосударственного взаимодействия. Сегодня страны постсоветского пространства должны быть искренне заинтересованы в сближении с союзным государством, если, конечно, они хотят сохранить свои суверенитеты и независимость. Мы убедились, что только сообща можно противостоять глобальным вызовам. Пока еще сомневающихся должны понимать, без скорейшего единения и сплочения, укрепления межгосударственных связей и просто нормальных человеческих отношений нас завтра может не быть. В свою очередь, российский лидер отметил, Беларусь и Россия достигли образцового уровня стратегического партнерства. А союзное государство сегодня – пример по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции. Технологический суверенитет, поддержка IT-индустрии, агропромышленная сфера и туризм – еще один приоритетный момент для обеих государств – поиск альтернативных логистических цепочек. Этот вопрос приобрел особую актуальность на фоне ситуации с Калининградской областью. Итог трехчасовой встречи подвела Наталья Качанова. Сегодня акцент был сделан на том, что мы должны работать совместно, решая вопросы по импортозамещению, где-то не конкурировать, а там, где у нас есть лучшие компетенции – это в плане экономики, промышленности, агропромышленного комплекса – развивать эти компетенции и работать совместно, создавая совместные предприятия, технологии. Форум прошел очень плодотворно. Подписанные контракты – это рекордная сумма на 65 миллиардов российских рублей, 2,5 миллиарда белорусских рублей. Это очень знаково. 28 союзных программ – сегодня это главные интеграционные документы. Девятый форум – действительно весомый вклад в реализацию взаимовыгодного сотрудничества. Сегодня от Владивостока до Калининграда абсолютное большинство регионов предметно сотрудничает с Белоруссией. И нас это очень радует, потому что это всегда было востребовано, а в нынешних условиях это вдвойне востребовано и вдвойне актуально. Никакие санкции, никакие ограничения не изменят никогда курс Белоруссии и России на дальнейшее сближение и интеграцию строительства эффективного союзного государства. Сегодня между регионами Белоруссии и России был подписан ряд соглашений и планов мероприятий. За каждым документом конкретный проект или предприятие и за дел в будущее союзного государства. Основные из них – сотрудничество между Гродненской и Томской, Витебской и Саратовской областями, Минским тракторным заводом и администрацией Краснодарского края. Своё шестое соглашение с нашей республикой подписала сегодня и Пензенская область. В этот раз российский регион планирует взаимодействие с Витебским. Есть интересные предложения для Витебской области в плане экономической интеграции. В Витебской области нам интересно, там производится текстильная продукция, там производится обувь, там есть серьёзный машиностроительный кластер. Поэтому у нас есть предмет взаимного сотрудничества. Мы со своей стороны можем предложить и радиоэлектронику, и резисторы, и всё, что связано с микрохирургией. Дальний Восток – ещё один уникальный с инвестиционной точки зрения край не только благодаря своим перспективным предприятиям, но и географическому расположению и природным ресурсам. К слову, за три последних года торговый оборот с Приморским краем вырос в три с половиной раза, а это 4 миллиарда рублей. Благодаря Гродненским соглашениям эту цифру планируют увеличить до 6 миллиардов. Это и поставки техники. Мы только недавно подписали контракт на поставку 21 Белаза. Это, конечно, продовольствие, которое сегодня идёт, несмотря на большие расстояния. Приморский край пользуется большим успехом у жителей Приморья. Это поставка техники. Сегодня мы видим целую линейку новых комбайнов Гомель-Сельмаша. Мы сегодня видим возможности поставки непосредственно и уже идёт работа по созданию элеваторных всех производств. Тема углубления военного сотрудничества сегодня. Важность и актуальность этих вопросов диктует время, и они решаются на самом высоком уровне. Союзное государство никому не угрожает, но в состоянии себя защитить. Об этом на форуме в очередной раз заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович. У нас давно вопросы военного сотрудничества решаются на самом высоком уровне. Начиная с 2000 года у нас функционирует или создана региональная группировка войск Российской Федерации и Республики Беларусь. Каждые два года на систематической основе мы с региональной группировкой войск проводим учения. У нас действует комиссия по военно-техническому сотрудничеству. На сегодняшний день заключено более 60 контрактов на поставку различных образцов вооружения и военной техники. Поэтому в этом направлении мы движемся вперёд. В 2023 году юбилейный форум регионов примет УФА. За 9 лет совместной работы на подобных площадках Беларуси и Россия накопили внушительную базу торгово-экономических коопераций. За плечами более 400 соглашений, тысячи контрактов и совместных предприятий. Флагманы БелАЗ, МАЗ, МТЗ – это только промышленная кооперация, а ещё образовательные и научные проекты. Государства объединяют потенциал, чтобы сделать нашу совместную продукцию ещё более конкурентоспособной на мировом рынке. Вероника Кудренецкая, Илья Носкевич, Галина Бурой и Анатолий Бояринцев. Телекомпания СТВ.